29 мая 2020 года были мы вчера на елеоне на месте вознесения на божественной литургии слов нет описать эту радость после самоизоляции после карантина неизвестности мы наконец-то опять были на службе да еще и на слове под открытым небом я признаюсь честно не хотела ничего снимать и не планировала но когда я стояла молилась то в какой-то момент просто почувствовала что невозможно вот эту радость оставить только для самой себя я должна поделиться с вами скажу сразу что не люблю снимать вообще службы и всегда это очень трудно всегда это как-то получается мешает и другим молящимся людям которые рядом с тобой стоят я обычно никогда вообще службы не снимаю очень редко это делаю тем более у нас русалимской патриархии имеет своих операторов которые профессионально снимают и если вы хотите посмотреть именно трансляцию вот без объяснений без комментариев просто трансляцию богослужения до любого вот любых двундесятых наших праздников я помещаю в описании к этому видео ссылочку на сайт нашей русалимской патриархии это вы можете посмотреть полностью богослужение если вам это интересно и хочется я же вам предложу небольшую такую зарисовку а с моими комментариями пояснениями потому что действительно там есть что посмотреть и о чем рассказать вообще литургии на месте вознесения это удивительный совершенно опыт во первых литургии на святом месте во вторых в полевых условиях не икон вокруг не подсвечников ничего привычного как храме нас окружает вот действительно камни и люди вообще иногда кажется что библию надо читать на улице это вот такая книга для того чтобы читать ее на природе ведь подумайте господь наш иисус христос большую часть жизни провел под открытым небом правда же и и древние наши прадцы патриархи тоже в основном все они ведь посперимно ходили путешествовали и ощутить библейские события действительно легче глубже можно вот на природе под открытым небом здесь же место совершенно особое потому что вот так вознесение на вершине этой горы в этой именно точке христиане празднуют уже 1600 лет в этом году прибавилось еще и чувство радости от встречи со знакомыми после изоляции и закрытия храмов нас православных вообще в иерусалиме очень мало мы тут все в общем то друг друга знаем ходим правда в разные приходы видимся в основном на таких вот службах но в общем друг с другом все знакомы собрание у нас многонациональное здесь и арабы православные местные жители монахини и монахи из наших местных монастырей тут есть и греки и румыны русские молдаване прихожане русской духовной миссии есть даже англоязычные и ивриты говорящие те кто перешли в православие но их еще меньше кто-то здесь живет постоянно как мы а кто-то по рабочей визину тоже уже стал здесь своим и родным и вот так на таких службах можно всех увидеть а вот пришли копты позади часовни на месте вознесения есть престолы у коптов армян сириан они служат одновременно с нами и о них чуть позже вам расскажу и покажу а пока про наших наше духовенство это все клирики иерусалимской патриархии греки сегодня поскольку праздничной службы присутствует один арабский священник тоже из нашей патриархии как представитель арабской общины один священник из рдм русской духовной миссии и один румынский батюшка архиерей сегодня служащий это епископ димитрий из нашей иерусалимской патриархии а а а я а у и если Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А вот здесь идет литургия у армян Армяне принадлежат к армянской апостольской церкви Они относятся к огромной семье вот этих дохолки донских церквей Как и копты и сириане То есть это те, кто не приняли решение 4 Вселенского собора о двух природах Христа То есть у них несколько иное понимание Бога Человечества Спасителя Православные, естественно, с ними не сослужат В Иерусалиме у армян есть небольшая, но вполне такая хорошая и известная семинария При армянской патриархии Студенты очень слаженно поют Вот сейчас вы их видите на своих экранах У армян преобладают одноголосные пения, похожие на григорианское Рядом престол у сириан Они называют себя православными, но, как и армяне, принадлежат к древневосточным монофизитским церквям В Иерусалиме есть сирийский монастырь Святого Марка на месте дома апостола Марка И вот эти священники, которые служат здесь сегодня, как раз оттуда Сириане служат литургию Иакова, брата Господня Молятся они на двух языках На арабском и на сируею Это древнесирийский язык Сирийский диалект арамейского языка И вот благодаря сирийской церкви как раз он сохраняется А вот здесь престол у коптов Они тоже монофизиты, как и армяне и сириане Копты это египетские христиане Одна из древнейших церквей на земле Копты сохранили множество традиций Еще от апостольских времен идущих Отличаются аскетизмом У них очень долгие богослужения многочасовые всегда Копты очень почитают монашество Естественно, Антония Великого Который, по сути дела, был коптом Только это было еще до, естественно, 4-го Вселенского собора Поэтому мы так его не называем Но он был из тех мест Служат копты на коптском языке Это последняя стадия развития древнего египетского языка То есть тот язык, на котором говорили в Египте до арабизации То есть в первые века нашей эры У нас в Иерусалиме коптская община очень маленькая В основном это монахи Что удивительно, соседей слышно Но вполне можно сосредоточиться на своем богослужении Поют у нас тоже семинаристы, как у армян При нашей патриархии есть семинария на Сионе Правда, это такое совмещенное образование Это как общеобразовательная школа с литургическими предметами И учатся там мальчики с 7 лет Мало очень учеников В год 10, в редкие годы 15, может быть, человек В основном они все из Греции И когда заканчивают учебу Чаще всего остаются уже здесь, в Иерусалиме Становятся монахами, священниками Членами Святогробского братства Сейчас у нас маленьких учеников как-то вот нет Все, кто есть студенты, вот они перед вами поют Субтитры создавал DimaTorzok 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 Многие из нас вчера впервые причастились после карантина Самоизоляции, вот это и закрытие храмов А, кстати, храмы пока еще открыли у нас не все Но, говорят, с воскресенья вроде бы как уже все будет открыто И еще один такой очень радостный момент был в том, что причащают у нас точно так же, как и раньше То есть лжицу кладут прямо в уста человеку Уста промокают платом То есть никаких вот этих нововведений у нас в нашей Иерусалимской патриархии, по крайней мере, не стало вводить Это очень, конечно, было радостно, утешительно Субтитры создавал DimaTorzok После службы мы спускались с Масличной горы, с Илеона Вот вы сейчас видите панораму на Иерусалим Этой же дорогой мог ходить наш Спаситель и не раз Потому что он часто бывал с учениками на Илеоне Часто они молились здесь, беседовали И вот этой же дорогой он мог идти И этой же дорогой идет крестный ход на Вербное воскресенье в Иерусалим Тут по дороге Касенька у нас заметила каперсник Сейчас как раз каперсник цветет очень красиво Ну вот, а попрощаться я хочу с вами теми словами, которые мне пришли как-то на ум вот вчера во время спуска с Илеона После вознесения Господня апостолы вернулись в Иерусалим И, как написано, были всегда в храме, хваляя и благословляя Бога Вот и мы спускаемся с Лионской горы к Иерусалиму И хочется верить и надеяться, что и нам удастся делать то же самое А именно оставаться в Иерусалиме, быть в храме Благо, теперь храмы у нас открыли И всегда благословлять, благодарить, хвалить Господа Чего и вам желаем Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!